Сочи В этом видео я хочу рассказать более подробно о себе, так как часто вы задаете одни и те же вопросы. Ну что, поехали! Я переехала в Сочи из Иркутска 10 лет тому назад. У меня две замечательные дочки, Амалия, которой 5 лет, она ходит в обычный детский сад, и Мария, которой 12, ходит она в частную гимназию. Моя мама тоже переехала в город Сочи 5 лет тому назад, и, конечно, многие мои друзья, учитывая мой опыт, тоже полюбили этот город и живут здесь сейчас. Я очень, конечно, этому рада, что они тоже благодаря мне смогли сюда переехать и очень часто благодарят меня за то, что я сделала это первое. Мне 39 лет, у меня высшее образование. Закончила я Сочинский государственный университет по направлению туризм, так как сама очень люблю путешествовать, и, конечно же, это образование я получала для себя. В Иркутске я училась в училище искусств, направление было художник-декоратор, я очень люблю дизайн, также закончила курсы дизайна. И в Сочи 5 лет я занималась тем, что у меня была своя собственная студия дизайна, мы делали ремонты, комплектацию полностью квартир под ключ. И 5 лет тому назад я решила заняться недвижимостью, мне всегда эта тема была интересна, также тема инвестиций, которыми я занимаюсь и в данный момент, конечно же, есть и положительный, и отрицательный опыт, с которым я всегда с удовольствием делюсь со своими подписчиками и своими друзьями. Конечно же, опыт ремонта и дизайна помогает мне в моей сегодняшней работе, так как я хорошо разбираюсь в строительстве, в отделочных материалах, в мебели, и всегда с удовольствием консультирую своих клиентов в этом направлении. Конечно же, студия дизайна приносила определенный доход, но в один прекрасный день я поняла, что есть более интересное направление, это, конечно же, недвижимость, а дизайн остался больше как хобби, сейчас в данный момент я тоже сопровождаю несколько интересных проектов для своих клиентов. 5 лет назад мной была приобретена франшиза международного агентства недвижимости Century 21, проработали мы с ней около полутора лет, в дальнейшем мы решили отказаться от нее, так как формат нашего небольшого агентства не совсем финансово нам подходил под эту модель. Но, конечно же, мы получили хорошее знание, отличный опыт, и сейчас мое агентство называется Южная недвижимость, так как раньше оно называлось Century 21 Южная. Наш офис находится в самом центре города Сочи, в торговом центре Атриум, небольшой дружный коллектив из пяти человек, который в основном состоит из моих бывших покупателей, которые захотели попробовать себя в сфере недвижимости. У нас полный цикл сопровождения сделок. Конечно же, мы одобряем ипотеку, занимаемся коммерческой недвижимостью, новостройками, вторичной недвижимостью. Арендой мы в данный момент не занимаемся, но планируем расширить это направление, так как сейчас очень большой спрос в городе Сочи именно на аренду и на доверительное управление. Как вообще появилась идея создания канала на YouTube? Сначала это был просто сайт, в котором я делилась информацией, рассказывала какие-то интересные истории о переезде, об опыте, так как 10 лет назад, когда я переезжала в Сочи, конечно же, информации было минимум, ее очень не хватало. Я помню, как я сидела в интернете несколько месяцев и по крупицам собирала любую информацию. Конечно, издалека она мне казалась совсем другой, чем то, как оказалось здесь на самом деле, когда я уже переехала непосредственно в Сочи. Однажды я сняла свое небольшое видео о переезде, выложила его в YouTube, и когда я увидела большой спрос, огромное количество лайков и просмотров, я поняла, что вам это интересно, и забросив сайт, я уже перешла на YouTube и стала снимать видео практически каждый день. Видео я снимаю о недвижимости и о том, как я живу в Сочи, рассказываю, делюсь с вами своим опытом. Также в этом видео я отвечу на ваши самые часто задаваемые вопросы. Недавно у меня спросили, чем отличается риэлтор от брокера. Скажу вам так, что брокер, по сути, это тот же самый риэлтор, только он обладает более обширным спектром знаний и большим опытом. Брокер может сделать аналитику при покупке коммерческой недвижимости, одобрить ипотеку и сопроводить сделку под ключ. А риэлтор, как правило, подбирает просто вам объект и уже передает в дальнейшем всю информацию в юр-отдел, который сопровождает вашу сделку. Также очень часто вы спрашиваете, какая работа наиболее часто в Сочи пользуется спросом. Я скажу, что это, конечно же, специалисты в сфере обслуживания, юристы и, конечно же, агенты по продаже недвижимости. Подытожу, наверное, я это видео тем, что, конечно, я очень довольна переезда в город Сочи. Да, это было непросто выйти из зоны своего комфорта, так как дома у меня было уже все налажено, я себя прекрасно чувствовала, у меня были родственники, друзья, квартира, работа, бизнес и все остальное. Но мне захотелось уехать туда, где всегда тепло, чисто, красиво, для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Единственное, о чем я жалею, что я не сделала это раньше. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Канал растет с каждым днем, и мне, конечно, безумно приятно. Очень хочется вам сказать большое спасибо за ваши комплименты, за ваши лайки, за ваши подписки. Я буду стараться снимать для вас больше интересного контента. Я стараюсь всегда это делать в хорошую погоду, а в Сочи у нас 300 солнечных дней в году, поэтому обещаю снимать для вас видео чаще, делать их более интересными. Есть у нас также в планах купить квадрокоптер для того, чтобы показывать в Сочи с высоты птичьего полета. Ну, я, конечно, всех благодарю за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно было для вас интересно. Если это так, поставьте к нему лайк, тем самым вы поддержите мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями, смотрите, пишите, что вам интересно, какие бы темы мне нужно было затронуть в своих следующих видео. Буду рада вашим любым комментариям. Всем отличного настроения, хорошего дня, увидимся с вами в новых видео.